Дуэль – это всегда трагедия, потому что дуэли уносили жизни самых лучших, самых благородных, самых порядочных людей Отечества. Но, несмотря ни на какие запреты, дуэли продолжали весь XIX век. А в XX веке будет поставлена точка, потому что трагедия будет превращена в комедию или фарс. А дело было так. В 1909 год участники нашей истории – это Николай Гумилёв, Максимилиан Волошин и начинающая поэтесса Елизавета Дмитриева. Николай Гумилёв – очень яркий, эпатажный, у него уже вышли первые сборники, он поэт. Он носит пиджаки с узкой талией, наподобие Пушкина, с тросточкой, он даже подкрашивает брови и губы, чтобы казаться поярче, повыразительнее. У него в кармане есть коробочка с дрессированным тарантулом, поэтому действительно обращает на себя внимание. Максимилиан Молошин приехал только что из Парижа, и он в самом центре такой литературной жизни. К нему очень любят обращаться начинающие молодые поэты за помощью, и он дает такую своеобразную путевку в жизнь. И так к нему обратится и молодая Елизавета Дмитриева, ей всего 19 лет, она учительница в гимназии, но пишет стихи. И когда они познакомились, она ему очень понравилась, он даже подарил ей из корня виноградной лозы такого чертика. Чертику было дано имя Габриах, которое они нашли в книге «Демонология». Они гуляют, и как ни странно, Волошин тоже обратил внимание в этот раз уже на Елизавету Дмитриеву, и оказался такой поэтический треугольник из трех поэтов. Гумилев до конца не понимает, что происходит, но тем не менее предлагает бой, поединок. Поединок на Скорпиона. Сажают двух Скорпионов. Одного Скорпиона Гумилева, второго Скорпиона Волошина. Сажают в стакан, кто кого съест. Победил Гумилев. Никто тогда не знал, что это такая преддуэль. А тут Елизавета Дмитриева честно признается, что она влюблена в Волошина, и он вроде как отвечает ей взаимностью. И Николай Гумилев, расстроенный, обиженный, возвращается в Петербург. А Елизавета Дмитриева несет свои стихи в журнал «Аполлон» главному редактору Сергею Маковскому. Сергей Маковский гламурный эстет. Он считает, что поэты и поэтессы должны быть обязательно светскими львами и львицами. Они должны, соответственно, выглядеть. Поэтому, когда в редакцию вошла не очень красивая, хромая, невыразительно одетая девушка, он даже не захотел читать ее стихи. И вся в слезах. Елизавета Дмитриева прибегает к Волошину и рассказывает. Ну, на что Волошин, ее утешая, говорит, ничего-ничего, мы все придумаем. И действительно, через несколько дней в журнал «Аполлон» приносят очень красивое в конверте письмо, написанное по-французски, с вложенными сухими цветами, с ароматом, пропитанное духами. И вся редакция, столпившись, читает. По решению собравшихся в редакции всех поэтов, решили такое вкусно пахнущее письмо все-таки опубликовать. И стихи всем понравились. Во втором письме уже она представила, что ее зовут Черубина де Габриак. Все ее хвалят. И единственный человек, который смотрит на все это так с саркастической ухмылкой, это почему-то Елизавета Дмитриева. Говорит, что вы нашли в этой Черубине? В какой-то момент ей все это надоело. И после одного из литературных вечеров, одному своему знакомому она сказала, а хотите, расскажу вам настоящий секрет, открою настоящую тайну. Черубина де Габриак – это я. На следующее утро об этом знал весь Петербург и в том числе Николай Гумилев. Николай Гумилев, который только что получил от ворот-поворот, который очень переживал, что роман не состоялся. И он говорит какие-то дерзости в адрес Черубина. В Мариинском театре, когда Шаляпин пел Фауста, в антракте все столпились в огромной мастерской, где художники создают декорации для представлений. И при всем стечении народа Максимилиан Волошин подошел, а он был огромный, большой и сильный. Рядом с ним Гумилев, конечно, был маленький и такой тщедушный. И со всего размаху дал Гумилеву пощечину. В XIX веке считалось это самым страшным оскорблением ударить человека по лицу. Такое нельзя простить, тем более Гумилев не просто поэт, он еще и офицер. Поэтому Гумилев, конечно, взорвался. И Волошин его спросил только одно – понял? Гумилев сказал – понял. И дальше было назначено время дуэли. А место очень простое, где могут стреляться два поэта. Конечно, только на Черной речке. Настало время, а дуэлянтов нет. Опаздывают оба. Опаздывает Гумилев, потому что он ехал на машине, которая где-то застряла и не смог приехать вовремя. Очень по этому поводу переживал. А с другой стороны к месту дуэли идет Максимилиан Волошин. Начало декабря по новому стилю, по старому – конец ноября. Но снег уже лежит вовсю. Снега много. И Максимилиан Волошин, подходя к месту дуэли, теряет свою калошу. И с ужасом думают – боже мой, как я войду в русскую литературу. Я войду как поэт, который стрелялся в одной калоши. Я не буду стреляться в одной калоши, будем искать. И они начинают искать. А место такое топкое, поэтому калоша немножко подтопилась. Никак не могут найти. Чтобы уже скорее развивались события, Гумилев присоединился к поискам калоши. Секунданты присоединились. Но как-то нашли. И вот уже в двух калошах Максимилиан Волошин берет в руки пистолет. Первый раз в жизни. И с ужасом думают – боже мой, сейчас я могу убить Николая Гумилева. Ужас какой. И для того, чтобы ни в коем случае этого не произошло, он стреляет в воздух. Николай Гумилев стреляет нормально, но, слава богу, промахивается. Второй раз Гумилев требует, чтобы стрелял в Волошину, только уже по-настоящему. И пистолеты дают осечку. Два раза. И это спасло жизни и двух поэтов, и судьба. А может быть, Алексей Толстой очень хорошо протирал пистолеты. Но, тем не менее, секунданты радостно сообщили, что все, на этом дуэль закончилась. И на следующий день весь литературный Петербург гудел, обсуждая дуэль двух поэтов. Дуэль получилась смешная. Поэтому Саша Черный в своем журнале «Сатирикон», когда услышал всю эту историю, засмеялся и сказал, «Ну, это не Макс Волошин, это какой-то Вакс Калошин». Поэтому, когда хотели потом еще много лет подразнить Максимилиана Волошина, так его и называли – Вакс Калошин. Они, кстати, были наказаны и Гумилев, и Волошин одним днем домашнего ареста и 10 суток, по-моему, домашнего ареста. А что же Черубина? Черубина да Габриак. Она перестала существовать, она была мифом. И здесь вы, наверное, ждете, что сейчас я начну читать ее стихи. Но дело в том, что мне ее стихи не нравятся. Я считаю это все такой литературщиной. Но у вас есть возможность составить свое мнение на этот счет. Открывайте и смотрите, согласитесь вы со мной или нет. А дуэли, наверное, прекратились в том виде, в каком они существовали в XIX веке. В XIX веке дуэли из жизни перешли в литературу. А потом из литературы вернулись опять в жизнь. А что происходит сейчас? А сейчас любая форма любого рэп-баттла – это тоже форма дуэли. Только это стало литературной игрой, за которую не надо платить самой дорогой ценой своей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!